Уважаемый Лилия Сергеевич, уважаемые коллеги, что такое риск? Мы много очень говорим о том, что больные высокого риска, имеют всякие возможности неприятных исходов. Вот определение риска. Это возможность возникновения неблагоприятной ситуации, или это сочетание вероятности и последствия наступления неблагоприятных событий, или это характеристика ситуации, имеющая неопределенность исхода. Значит, что касается осложнений у пациентов высокого риска, то в целом они достигают почти 50%. Причем при таракальных операциях процент осложнений достигает 70%, а при абдоминальных около 30%. Что касается конкретных осложнений, это сердечно-сосудистые заболевания около 30%, респираторные тоже около 30%, около 25%, воспалительные, гнойно-воспалительные процессы, ну и около 10% это развитие нарушений системы камеостаза. Ну, существуют определенные, достаточно известные критерии риска анестезии, которые были опубликованы достаточно давно. Это по Атанасову и Абадживу, 1962 год, по Млиновскому. Известна классификация операционно-анестологического риска Московского общества анестезиологов. Ну, а самым популярным является классификация Американского общества анестезиологов, которая увидела свет в 1940 году. Вот так она представлена, все, в принципе, ее знают. Ну, за исключением, пожалуй, того, что там существует еще шестой класс. Сейчас это имеется в виду у пациента со смертью мозга, у которых летальность фактически стопроцентная. Но существует более развернутая эта классификация, которой показана зависимость определенная между классом по Американской ассоциации анестезиологов и по летальности у пациентов. Причем в некоторых странах, в так называемом чек-листе, предоперационном осмотре, рисуется вот такой флажок, который уже сдалека, не надо вчитываться, одевать очки. Понятно, какой степени риска анестезии может иметь тот или иной пациент. Ну вот, в 2002 год показано, что частота летальности пятого класса достигает в среднем 14%. Существует два аспекта риска – юридический и организационный. Ну вот, юридический – это самостраховка. Я вам хочу сказать, что работая достаточно много в судебно-медицинском анализе разного рода судебных дел, где так или иначе завязаны анестезиологи, я не встречал ни разу ни одного вопроса относительно того, что поставил анестезиолог класс риска или не поставил, или он поставил это неправильно. То есть, несмотря на это, считается, что юридически это значимо, жизнь показывает, что какого-то либо последствия от этого для анестезиолога конкретного не наступает. С другой стороны, организационная аспект риска – это касается полноты обследования, это повышенное внимание к пациенту, это проведение при необходимости консилиума с тем, чтобы выработать ту или иную тактику лечения. Это, соответственно, техническое и медикаментозное обеспечение оперативного вмешательства и анестезиологического обеспечения. Ну, количество осложнений зависит, конечно, и от типа операции. При плановых осложнениях у пациента высокого риска где-то около 13%, если неотложная операция около 17% и экстренные операции, которые проводятся в течение двух часов от момента постановки показаний к операции осложнений, достигают 20%. Есть определенные правила проведения анестезиологического обеспечения. В первую очередь, это тщательный осмотр пациента. Это консультация пациента профильным специалистом для выяснения особенностей тех или иных патологических процессов, которые есть у больного. Это согласование тактики анестезии со старшими товарищами или с коллегами, информирование хирурга, пациента или его родственников, и, что немаловажно, администрации, потому что если что-то случается, то при разборе администрация говорит, если бы вы нам сказали, мы бы все лекарства тут же купили, достали, привезли и прочее, прочее. И вы, в общем, кругом остаетесь виноваты. Поэтому в такой ситуации ставить администрацию о том, что такая ситуация клиническая возможна, в общем, достаточно целесообразно. Ну и немаловажным является так называемое наличие, если в ваши нежные руки попадает так называемый ВИП-пациент, чей-то знакомый, родственник, которому хочется сделать как лучше. И в этой ситуации, к сожалению, достаточно часто возникают самые разные неприятности, именно связанные с повышенным вниманием. Вообще говоря, анестезологическое обеспечение у ВИП-пациентов – это отдельная тема, но так или иначе, в сухом остатке у этих пациентов выполнение анестезии должно быть наиболее рутинным методом, который принят в данном конкретном лечебном учреждении. Конечно, летальность зависит от возраста, и у пациента высокого риска, скажем, старше 75 лет, этот шанс умереть, к сожалению, значительно больше, чем у более молодых больных. Ну вот предоперационное исследование. Значит, американское общество анестезиологов раз в 5 лет публикует результаты тех предоперационных тестов, которые используют анестезиологи, и их значение. И вот что оказывается, что при скрининговом исследовании гемоглобина до 30% случаев от 2 до 30 выявляется какая-то патология. Если гемоглобин оценивается по показаниям, то почти 55%. Но при этом тактика ведения анестезиологического обеспечения не меняется. Вообще говоря, анемия является предиктором неблагоприятных исходов. Это касается летальности у хирургических пациентов, летальности у пациентов с хронической почечной недостаточностью, с нарушением мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца у беременных. И что немаловажно, это определенный предиктор задержки развития у детей. Дело в том, что в последние годы стали появляться достаточно много сообщений о том, что ингаляционная анестезия у детей приводит к тому, что у них нарушается развитие. И при сравнении двух групп, тем, кому проводилась ингаляционная анестезия, и кому не проводилась ингаляционная анестезия, по тесту IQ оказалось, что у детей, подвергшихся анестезии, на 6 пунктов этот показатель ниже. Ну вот, график предоперационной анестезии и летальность. Чем ниже показатели гемоглобина, тем выше риск того, что больной, к сожалению, погибнет. Что касается коагуляционных тестов, то при скрининговой оценке от 0 до 20% является патология. При этом до 4% идет отсрочка или отмена операции. Исследование коагуляции по показаниям от 3 до 30%, но при этом тактика в выборе метода анестезии не меняется. Ну, что касается электролитов, натрия, калия, глюкозы, то то же самое, никаких изменений, несмотря на выявленную патологию, никаких изменений в тактике анестезии не выявляется. Ну, что касается общих признаков, общих принципов ведения анестезии у больных высокого риска, то это, в первую очередь, использование короткодействующих препаратов. Это увеличение интервалов между этапами анестезии, между, скажем, примедикацией, индукцией, интубацией, началом операции и так далее. Это отказ от применения самых разных антагонистов. Локсон, прозерин и так далее. Очень важный момент – это условия, в которых проводится оперативное вмешательство. Дело все в том, что вот один из, уже об этом говорили, про гипотермию. Один из неприятных моментов – оказывается, до 60% пациентов при операции длительности более двух часов испытывают гипотермию. Надо сказать, что вот в экспериментальном исследовании была группа гипотермии, группа нормотермии, это вот на вот этих вот зверях, вводились опухоли клетки. И что в результате получилось? Что в группе гипотермии опухоли клетки увеличились на 250%, а метастазы в четыре раза по сравнению с группами мышей, которые были в условиях нормотермии. Вот. Надо сказать, что интероперационная гипотермия ниже 36 градусов у пациентов с раком яичника была связана с уменьшением выживаемости у пациентов. Ну вот, относительно недавно появилось достаточно большое количество публикаций так называемое «горячее оружие против рака» – это управляемая общая гипотермия. Это вот кусочки из газеты медицинской за апрель 2015 года. Надо сказать, что гипотермия использовалась, ну, вещь достаточно известная. Вот есть монография профессора Бульзека, который работал в городе Санкт-Петербурге. Этот метод сейчас используется в Новосибирске, в Ростове-на-Дону, в Германии, в Израиле. Существует клиника в Варне, которая занимается этим видом лечения. Значит, показания являются онкологические заболевания. Практически почти что все, но, как и у любого метода, есть показания и противопоказания. И к противопоказаниям относятся опухоли головного мозга и злокачественное поражение крови, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, массивные опухоли, более 60 грамм, и опухоли расположены на крупных сосудах и нервных стволах. Значит, методика какая? Больной погружается в теплую ванну. Значит, вода в ванне 43 градуса, происходит погружение, темп согревания пациента 1 градус за 3 минуты, доводится до 45-46 градусов, но не выше 47, потому что могут быть ожоги. Вот. Температура поддерживается от 42 до 43,5 градуса в течение 10-15 минут. Максимальная температура 43,5 градуса может быть в течение не более 7 минут. Вот тут на слайде показаны эти больные после извлечения уже. Вот. Значит, что касается анестезии, то, что нам интересно, как анестезиологам, вот, это предоперационная подготовка, которая включает назначение уротропина, инфузию глюкозы с инсулином, реополиглюкин, ремберин, вечером и утром сифонные клизмы. Связано это с тем, что на фоне гипертермии резко усиливается всасывание всяких неприятностей из кишечника, поэтому считается, что эти две манипуляции надо выполнять обязательно. Примедикация стандартная, индукция в наркоз пропофол с фентанилом, интубация трахеи на фоне дитилина. Искусственная вентиляция вначале идет стопроцентным, затем идет высокочастотная вентиляция от 105 до 110 в минуту с давлением на дуфи 15 мм водного столба. Мериалаксация либо ардуан, либо траклиум. Наркоз поддерживается инфузией пропофола с фентанилом и вводится через 10 минут диларгин в качестве цитопротекции и аналогетического свойства, которому присущим. Инфузионная поддержка. Перед погружением гепарин для профилактики ДВС-синдрома идет инфузия 10% раствора глюкозы скоростью 400 мл в час. На каждый градус повышения температуры добавляется более 40 мл глюкозы с витаминами. Связано это с тем, что метаболизм у этих пациентов очень быстро увеличивается, и поэтому возникает даже такое сокращение диафрагмы, связанное с резким снижением уровня сахара. Объем инфузии порядка 1,5 литров. После окончания вводится реамберин, ну а переход к нормотермии идет пассивно. Иногда используется обкладывание головой льдом и вентилятор. Вот как выглядит гемодинамика. Это вот, значит, рост температуры. Вот это вот такая сиреневая, да? Вот это вот систолическое давление. Это изменение частоты сердечных сокращений. Это диастолическое давление. Отдаленные результаты. Значит, исследовано 137 больных от 16 до 60 лет с разного рода поражениями онкологическими разных органов. Результаты были прослежены через 5 лет у только 38 больных, с которыми можно было связаться. Что оказалось? 10% – полный регресс опухоли, 70% – частичный регресс, у 20% – стабилизация процента, но прогресса заболевания ни у одного из этих 38 больных не было. Есть еще очень необычное осложнение – это инфаркт миокарда у пациентов больных раком. И оказалось, что, с одной стороны, внимание на это обращается очень небольшое, с другой стороны, процент достаточно приличный. 6,5% было показано о том, что чаще всего инфаркт миокарда развивается у пациентов с плоскоклеточным раком и поражением легкого, головы и шеи, и мочевых путей. Вот я хочу показать вам клинический случай, который произошел у нас недавно в институте. Больная, 73 года, рак почки с метастазом бедренной кости. Была выполнена операция протезирования тазобедренного сустава. В послеоперационном периоде развился острый инфаркт миокарда. Через три дня была диагностирована глубокая инфекция послеоперационной раны и нестабильность протеза. В результате, после длительного обсуждения на консилиуме, было принято решение о выполнении оперативного вмешательства в объеме удаления протеза и установка спейсера. При предоперационном оценке индекс сердечного риска по ЛИ – 3 балла, риск развития смертельного – 11%, классификация кардиологического риска при выполнении некардиологической операции. Риск считается высокий. Риск индекс Голдмана от 3 класс – 14%. Была выполнена операция удаления протеза и установка спейсера 23 апреля. Причем в предоперационной подготовке мы использовали препарат НИАТОН, который защищает миокард от ишемии, предупреждает репертузионные аритмии, ограничивает зону повреждения миокарда, и поддерживает в определенном мере сократительную способность миокарда. Дело в том, что эту больную фактически оперировали на высоте инфаркта миокарда. Вот динамика тропонинов, которая является одним из показателей течения инфаркта миокарда. 22-го была операция, 23-24-го, к 26-му показатели уже были близкие к норме, и больная в прошлую пятницу была выписана на амбулаторное лечение. Ну, что касается доклада предыдущего, то действительно показан антиметастатический потенциал местных анестетиков, ин-витро. Ридокаин оказывает угнетающий эффект на рецепторы эпидермального фактора. Примерно то же самое о рапивокаине, который подавляет рост раковых клеток. Но в настоящий момент идут три очень больших исследования, которые оценивают анестезию и возможность метастазирования. Это местная анестезия с опиоидами в послеоперационном периоде при раке молочной железы. Местная анестезия – глубокая седация с эпидуральной анестезией. Это сочетание эпидуральной анестезии и общей анестезии при раке лёгкого и при раке толстой кишки. Это исследования достаточно большие. Вот сочетание, значит, Соединённые Штаты, Австрия и Германия. Значит, должны быть исследования были… Это исследование должно быть закончено в марте этого года. Ну, я не очень представляю, термин «закончено» – это уже публикация или только её подготовка, то есть готовые материалы. Во всяком случае, никаких данных по итогам пока нет. И два больших исследования – США, Ирландия и США, Аргентина, Германия – они должны закончиться в августе 2018 и в декабре 2022 года. Срок этих всех исследований – 10 лет. для того, чтобы прийти к выводу, влияет ли региональная анестезия и вообще метод анестезии на возможность метастазирования и на отдалённые результаты после онкологических вмешательств. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...